Русские национальные движения 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 Ну, с ними просто не общаются, с ними даже вообще не о чем разговаривать. А тут ты как бы открыто выступил, заявил свою позицию, и пришли не путинисты, потому что их уже практически не осталось, а вот это вот шваль. И досада, конечно, состоит в том, что народ не прозревает. Какие-то там опросы показали, что впервые на протест вышли там 44%, ну, скажем, пусть половина впервые. Но 99% тех, кто вышли, ну, может, они еще когда-то выходили, они вообще ничего не соображают. То есть абсолютный штиль в мозгах. Они не понимают вообще, что такое политика, что такое политическое действие. Они не нацелены ни на результат, ни на что. Они услышали краем уха, что Навальный призвал, и вышли. Когда говорят, да нет, мы за себя, мы не за Навального. Да вы каждый сам за себя, но позову Навального. И содержание акций было только одно. Навальный во всем прав. Навального в президенты, освободите Навального. Никакого другого содержания у вас не было. Никакой программы, ничего не было. А ответная сторона, конечно, многократно хуже. Она неисправима абсолютно. Потому что уже неделю идет сплошная ложь. Ну, просто патетическая ложь. Какой-нибудь там жирный политолог всплывает, который начинает бубнить о том, что... Павел Данилин, чтобы вы знали, так я его давно не видел, это мразь прокремлевская. И начинает бубнить о том, что вот этих самых несовершеннолетних вытолкнули, подставили и так далее. Подождите, а чем занимается Единая Россия, беспрерывно переодевая там свои мерзостные формы детей, создавая детские организации? Чем занимается власть, все время вмешиваясь в воспитание, в образование, в этот процесс, подтягивая через детей, родители, используя детей в школах, для того, чтобы как-то организовать присутствие на их фальшивых выборах? Тотальная ложь идет по поводу этого выродка, который женщину ударил ногой, просто не глядя, у него запотело, забрало, то есть так, закрыл глаза и наугад со всей силой ногой попалась женщина, не совсем здоровая, пожилая, шип с ног ее этот урод. Вот. И какие-то оправдания даже находятся. Да он, понимаете, ему перцем брызнули в глаза, поэтому он ничего не видел. Значит, надо уничтожать вообще всех направо и налево. Когда эмоционально переживаешь, что происходит, то, конечно, на стороне полицаев быть абсолютно невозможно. Конечно, нельзя оправдывать рукоприкладство, которое там вот этот Чечен бешеный, не знаю, наверное, под наркотиками находился, вот ему надо было прославиться и там врезать полицаю, по его космическому шлему. Ну, он одному, второму там набил, нашли его, да, правда, отмажут, нет никаких сомнений. Искали его просто потому, что уж больно такие яркие, броские кадры. И вот эти тупицы, путинские тупицы, эти агитаторы, они беспрерывно показывали эти кадры по телевизору. Эмоциональное переживание на чьей стороне? Ну, конечно, не на стороне полицаев. Невозможно. Невозможно, потому что эти люди сами являются организаторами провокаций, преступлений. Это люди, которые, ну, просто превращены, так называемые правоохранительные органы, в одну сплошную преступную группу. И одна из форм ее деятельности – это организация уличных провокаций. Это беззаконие в отношении граждан, которые выходят мирно, без оружия, как положено по Конституции, и им придумали некий процесс согласования. Да никаких согласований закон не предусматривает. Есть только уведомления. Уведомления. А согласуется порядок. Я уведомляю о том, что я намерен тогда-то провести в таком-то месте митинг. И то, что могут власти по закону, это согласовывать со мной порядок. Уговаривать меня, знаете, вот на этом месте нехорошо, потому что тут неудобно, давайте мы в другом месте. А нам рассказывают, что есть еще огромное количество граждан, которые не будут участвовать в этом мероприятии, поэтому их интересы якобы представляют те, кто входит в взаимодействие с организаторами массовых мероприятий. Нет таких прав. Нет у чиновника нет таких прав. Но и взять его за гланды невозможно, потому что вся правоохранительная система прогнила полностью, вплоть до Конституционного суда. Право выходить и заявлять свои требования выше права на какое-то там спокойствие. Это записано в Конституции право. То есть есть основополагающий документ. Они его декларируют, они декларируют наличие Конституции, а реально ее нет. Реально нет, реально вообще нет никакого права и никаких правоохранительных органов. Есть только репрессивные органы, которые действуют полностью по произволу. Зачем разгонять кого-то? Там, где нет полицаев, нет беспорядков. Это просто однозначно. Там в Ростове-на-Дону вышли 300 человек, им предоставили возможность там повыступать. А говорить-то не о чем. Вы просто отступите и дайте этим людям, что они хотят-то. Но они покричат и разойдутся. У них нет лидеров, у них нет идей. Им не о чем выступать. Они не умеют организовывать массовые мероприятия. Ничего не умеют. Это пустышки. Вот две пустышки сцепились, а мы должны на это все смотреть. И мы должны почему-то на одну сторону встать или на другую сторону встать. И если ты на одну из сторон встал, то ты, естественно, предатель, ты негодяй. И тебя обязательно надо обматерить. Это вот принцип Навальнистов. То есть там вот эта шпана, которая почему-то, ах, это молодежь, наша надежда на молодежь, мы будем опираться на молодежь. Да это не молодежь, это просто шпана. Ее просто не существует как социального слоя. Это антисоциальная или асоциальная группировка, которая, в общем-то, и в группу-то не сложилась. Потому что они не умеют, они не социализируются никак. Они не могут собраться в какие-то группы. Тогда хоть можно было бы с ними какой-то диалог вести, какая-то внутренняя ответственность возникала бы. Как ты выглядишь со стороны? Со стороны Навальнисты выглядят просто омерзительнейшим образом. И это называют народным протестом. Да это антинародный протест. Ничего там народного нет. Никакой перспективы у них нет. Конечно, власть это просто подонки окончательные. Но сколько вы там ни говорили, сколько вы там ни рассказывали, ни привлекали всяких там директоров непонятных институтов, каких-то политологов, каких-то там публицистов, корреспондентов и так далее. Все, что они несут, это ахинея. Просто ахинея. Вот любой кадр возьмешь, когда они рассказывают то ли о пандемии, которая не существует, то ли о незаконных и несогласованных действиях массовых беспорядков. Все сплошное вранье. Просто сплошное. Ни одного слова правды. Просто даже нет ни малейшего зазора, в котором могло быть о чем-то можно было дискутировать. Они и не предполагают никакой дискуссии. Им не о чем говорить, и нам с ними не о чем говорить. Они абсолютно чужие для нас, поэтому нам их критиковать просто бессмысленно. Просто бессмысленно. Наша абсолютная ненависть состоит в том, чтобы быть иными, чем они. А навальнисты ровно такие же, как они. Поэтому для нормального, вменяемого, русского, образованного, ну хоть чуть-чуть человека, это абсолютно чужая среда. И кто-то ошибся, но должен признать свою ошибку. Куда вы полезли? У вас нет ничего. Ну просто ничего. Это, я еще раз подчеркну, что это выход аналогичный действиям террористов, которые не заявляют своих требований. Кто-то говорит, нет, ну такого не бывает. Бывает. И мы видели это многократно, эти действия мы видели. Нет никакой явно поставленной цели. Кроме вот этого примитивного свободного, свободного Навального. Говорить, там не было, там очень мало было навальнистов. Нет, там все навальнисты. Ты пошел туда, все. Ты закрепился в этой. Либо ты сам себе признаешься в ошибке, либо ты навальнист. Ты был там, ты навальнист, все. И разговаривать больше не о чем. Если ты не покаялся в своей глупости, ну хотя бы перед самим собой, то не о чем разговаривать. Не о чем разговаривать. Ты чужой для русского движения прежде всего. Его тоже оно едва теплится. Именно потому, что мозги совершенно рассыпались. Абсолютно рассыпались. То есть никакого, я не говорю об образовательном уровне, а элементарной рассудочности просто не существует. Ее восстановят только те, кто начнут сбиваться в стаи. Те, кто собираются в общественные структуры, прежде всего приобретают ответственность внутри этих структур, между собой. Вот те и проявляют какие-то первые признаки рассудочности. А дальше уже, насколько они вообще способны сформулировать какие-то цели, поставить ближайшие задачи, пропагандировать свою точку зрения. Насколько это там тоже полно всякой глупости. Сеть просто заполнена организациями, которые никогда не будут существовать именно в силу своей низкой рассудочности и низкого образовательного уровня. Ну это как бы следующий этап. Ну первое, это отказаться от идиотизма, который абсолютно безрезультатен. Вашу энергию расходует впустую. И вы еще получаете уголовные, административные дела. Вас разыскивают, вам устраивают неприятности на работе, лишают вас этой работы. Создают какие-то проблемы в общении с другими людьми, тайные, явные. Ровно тем же самым этим занимается гнусно проклятая путинская власть, но ровно тем же занимаются и те, кто на стороне навальнистов. Потому что на стороне не только вот эта вот оглупелая публика, а на стороне навальнистов Ютуб, Фейсбук, Инстаграм и другие. И даже ВКонтакте, которая вроде как ФСБшная структура, которая просвечивается вдоль и поперек, все равно. Да, на Ютубе целая колонка там, я не знаю, я устал кликать, чтобы убрать все это дело, рекомендуемые видео. Там 30% это Навальный, я устал просто их стирать. Вы попали под разборку в чужой стратегии. В стратегии врагов нашего государства и нашего народа. Вам только кажется, что вы боретесь за гражданские права. Вы не боретесь абсолютно. Вы сами себе нагадили на голову. Вот что можно сказать о тех, кто вышел на эти протесты. А там есть вот эта информационная волна. Поэтому поддерживают их оттуда, из-за рубежа. И то, что там устроили мне в Фейсбуке, там блокаду и набег Навальнистов и в Ютубе, и там. То есть там агрессивные группы созданы, точно так же, как путинисты раньше создавали. Сейчас они просто оказались неэффективными, никто их не слушает. И эти тоже приходят, целой командой начинают клеветать, банить, задавать один и тот же идиотский вопрос. Ты кто? А ты что сделал? А ты что предлагаешь? Тут тысячу раз уже сказано. И что предлагаю? И что сделал? Ну, только чуть-чуть глазами по экрану провести. И ссылки можно увидеть. Вот и сейчас тоже наверняка кто-то придет и скажет, а ты что сделал? А что ты предлагаешь? Ну, вот глазки немножко опусти, там ссылочки по ссылочкам пройди и увидишь. Более того, в делах Навальнистов участвуют путинисты. Я был очень удивлен, что, оказывается, партия Прилепина выступает на стороне Навальнистов. В фейсбуке была создана группа фальшивая, то есть ее создавали вот эти наемные мальчики Прилепина, партия, как у них там, за правду или там за что? За правду такая. За все хорошее против всего плохого. Естественно, там вообще полный штиль тоже в мозгах. Ну, они собрали группу, которую назвали против коррупционеров, там кого-то там олигархов и так далее. Ну, реально, это люди действующие на деньги этой олигархии. И вот в этой группе собрались Навальнисты, и когда я что-то там высказал, и целый отряд на меня набросился всякие гадости мне писать, я, естественно, всех забанил. Но эта группировка, которая в этот же самый момент и обнаружилась, что она, оказывается, Прилепинская, они встали на сторону Навальнистов. Мне пришлось уйти из группы не их. Я написал воззвание админы, что вы делаете, вы смотрите, что у вас творится в вашей группе. Что она, захвачена Навальнистами или создана Навальнистами? Они сменили картинку и написали, да мы вообще за правду. Ну, мне пришлось уйти. А Фейсбук меня забанил на три дня. Вот чего раньше не было, но, видимо, нашли наконец-то, добрались до меня. Вот поэтому там все перепутано, все эти олигархические контакты, они замешаны один в другой, и как там устроен их внутренний подлый мир, это не наше дело, и нам в этом разбираться смысла нет. Навальнисты и путинисты – это одно и то же, просто одно и то же, из одного и того же материала сделаны. А мы должны быть другие. Еще раз не устаю повторять эту фразу Марка Аврелия, римского императора. Лучший способ отомстить врагу – не быть похожим на него. Не будьте похожими на путинистов и Навальнистов. Не будьте, вот будьте их полным отрицанием. Тогда вы станете нормальными русскими людьми. Слава Руси, Господи спаси.